Существующие зоны риска в сфере ЖКХ должны быть перекрыты, а долги перед ресурсоснабжающими компаниями закрыты. С таким посылом глава района Андрей Иванов обратился к представителям управляющих компаний, имеющих финансовые бреши в своей работе. Генеральный директор РЭП Жаворонки Валерий Иванов сообщил, что компания имеет долги перед всеми поставщиками. Общая сумма более 40 миллионов рублей. Основная причина – неплатежи населения. В феврале РЭП Жаворонки начал обслуживать дубки, жители которого устали от коммунальных перипетий. Мы зашли по конкурсу в феврале месяце в дубки, и дубки устраивали, нам выкидывали двойные платежки. Из-за этого у нас сильно упало собираемость. У нас было процентов 10. Но на сегодняшний день мы это все нагоняем, и уже 50% идет оплата. В принципе, мы за июнь месяц должны наверстать и погасить многие долги. Плюс у нас еще со всеми ресурсоснабжающими предприятиями есть графики погашения задолженности. Ситуация усложняется тем, что управляющие компании, не получившие лицензию, задерживают передачу счетов действующим управленцам. Заместитель руководителя администрации Дмитрий Ольховик подчеркнул, летний период самый сложный по сбору коммунальных платежей, поэтому необходим финансовый буфер, будь то кредит или строка в бюджете поселений Жаворонки и лесной городок. Я же заранее дал время, чтобы все подготовились и сделали предложение. Мы идем в банк, мы идем за долгами, мы идем в бюджет, например, Жаворонок, получаем какую-то субсидию или еще какую-то помощь бюджетными деньгами. На тот разрыв, о котором вы говорите, что у вас работают исполнительные листы, платежи пойдут в лесной городок или жители по этой программе, вы сможете рассчитаться. Глава лесногородского поселения Альберт Алябьев обратил внимание, что Рэб-Жаворонки необходимо обновить технический парк. Для начала поддержка из районных ресурсов в перспективе приобретения собственных машин. С вас четкое, жесткое обоснование. Зачем, почему мы должны тратить, что это даст на выходе, какой плюс. Мы же с вами обсуждаем не служебный автотранспорт, правильно? Мы обсуждаем специализированную технику, которую правильно нужно выбрать, чтобы она давала максимальную отдачу, чтобы к ней потом не пришлось еще одну покупать. Вмешательство района в руководство требует и ситуация в Барвихе. Управляющая компания, занимающаяся обслуживанием территории, имеет кредиторскую и дебиторскую задолженности. По каждой позиции более 20 миллионов рублей. УАО «Барвиха» настаивает на расширении зоны ответственности местной администрации, которая, по словам коммунальщиков, является основным должником. Со своей стороны, глава поселения Александр Ворожбит предложил компании контракты по благоустройству, уборке и содержанию территории. Администрации рекомендовали не затягивать с проведением торгов, а также помочь обслуживающей компании с решением финансовых вопросов. О финансах и не только на встрече с главой района говорили представители РЭП Нара Асанова. Это предприятие не получило лицензии, но не теряет надежду вернуться на рынок оказания коммунальных услуг. От директора ждали стратегически верных предложений. Из озвученных перспектив – реконструкция котельных, которая упирается в финансовую несостоятельность компании. Долги перед ресурсоснабжающими организациями копились с 2008 года. Новый директор был назначен полтора месяца назад и открыто заявил – ситуация критическая. Предприятие самостоятельно погасить долги, находившиеся с 2008 года, не в состоянии. Много мегапроектов у вас у всех в голове. И парков патриотов, и всего остального, и Диснейлендов, и Санта-Клаус парков. Вот чем надо заниматься. Вот что нужно решать. Что делать с должниками по муниципальному жилому фонду? Этим вопросом озадачены и Одинцовские чиновники, и работники МУП ЖХ. Общая сумма неуплаты по городу Одинцово – 38 миллионов рублей. Это деньги, которые люди не выплачивают годами. Пробудить гражданское самосознание не помогают даже суды. Андрей Иванов подчеркнул, что от управляющих компаний нужно решение всех проблемных вопросов. Точные, дерзкие и результативные. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.